То есть, обратите внимание, вот по сути схема работы всей адвокатуры, всей охранной системы Украины, вот она. Или здесь получаются деньги, или здесь. И на этом держится равновесие зеленого уровня. Либо, то есть, ну по сути своей, либо я Олегу отдам деньги за то, что он за меня решит неизвестную двигательную задачу, либо кто-то отдаст кому-то деньги, чтобы он пришел ко мне и я не дал Олегу денег. Поняли, о чем речь? То есть, либо меня разминируют, у меня не появится необходимость отдавать деньги, либо что? Я буду вынужден отдать деньги, чтобы с себя снять эту неизвестную двигательную задачу, потому что она меня разрушает. Понимаете? Найдутся добрые люди. А что же с белым уровнем? Вот здесь как раз заблуждение относительно собственного, где он тут? Заблуждение относительно собственного преимущества, как раз вот эта вот штука, которая называется Q4 раза желтые штаны. Шеф, все пропало. В момент шеф, все пропало, возникает вот эта пробка до развития скорости. Вы успели в этот момент приехать как эксперты и предложить услугу, объяснить, как-то случайно встретиться? Вам эти деньги отдадут? Ситуационно, вот сейчас, чтобы не возникла скорость. Чтобы не возникла скорость. Не успели. Скорость возникла, уже здесь денег никому отдавать никто не будет, оно уже просто не нужно. Просто не нужно. Понимаете? Видите, как скус работает? То есть он подъясняет абсолютно, где возникают деньги, где это бабло побеждает зло. Здесь, вы поняли, да? Между неизвестной двигательной задачей и скоростью возникновения. То есть возникает некая пробка, замедлитель. Бигфордов шнур. Пока горит бигфордов шнур, отдадут деньги. Как только бигфордов шнур отработал, как бы взрыв уже, здесь денег нет. Здесь денег нет. Давайте смотреть на красный уровень. Смотреть на красный уровень. А где здесь деньги? В самом начале. Когда те начали конструировать, но неизвестную двигательную задачу. Готовить спецмероприятия. Что по сути в своей подготовке спецмероприятия? Это конструирование неизвестной двигательной задачи для человека. Дим, закройте окно, Доблюш. Но, обратите внимание, на красном уровне возникает некая пробка в момент конструирования. Тогда человеку говорят, заказали, прошел заказ. То есть конструкторам отдали деньги, чтобы они начали конструировать неизвестную двигательную задачу. И деньги на красном уровне получают до неизвестной двигательной задачи. До реализации неизвестной двигательной задачи. В момент скорости развития. То есть, по сути, в момент скорости конструирования. Я бы так сказал. То есть, вот здесь можно было бы нарисовать скорость конструирования. Это неизвестная двигательная задача. Когда они будут готовы проводить мероприятия? Но, обратите внимание на красный уровень. Здесь доказать бизнесмену, что на него получат заказ, невозможно никак. По причине того, откуда вы знаете, вам скажут. Измерители показывают красный уровень. Измерители показывают красный уровень. А клиент этого не видит. Помните, мы говорили, они не знают ничего про это. Ему вот бы отдавать деньги до неизвестной двигательной задачи. А он что? Денег не отдает, потому что не уверен, что конструирование двигательной задачи вообще существует. Может, это ваши слова, вы просто меня обманываете. Говорите, просто взять у меня деньги. Вопрос. Как на красном уровне убедить клиента в том, что конструирование началось? Вот вопрос такой. Попытаться ему объяснить, как возникает подобного рода вещь и откуда она возникает. И чтобы он оценил, так ли это. Ну, по последствиям, образно говоря, того, что у него существует сегодня. Можно попробовать. Еще вариант. И хвост вариант. Обратите внимание на схему, которая нарисована на доске. Еще раз. Мы имеем некие уровни угрозы. А по сути своей, некие уровни состояния и существования человека. То есть, по сути своей, вся наша жизнь выглядит вот так. Любого человека, бизнесмена, лица, кого угодно. Физического лица. Просто человека, ходящего на завод, на работу. Вот вся наша жизнь, она выглядит вот таким вот образом. Здесь зашифрована сейчас вся человеческая жизнь на планете Земля. Вот на этой доске. С точки зрения ситуации. То есть, с точки зрения скус. С глазами науки скус, они зашифрованы вот такие схемы. То есть, все, что может возникнуть, возникает вот по этим как бы причинам. Давайте поработаем немножечко с причинами. Причины, почему возникают двигательные, неизвестные двигательные задачи на белом уровне. Почему вообще возникает эта неизвестная двигательная задача на белом уровне? У нас арос только. Белый уровень это обратная реакция окружающей среды. То есть, вот то, что может произойти на улице, в ресторане. То есть, какие-то вещи, которые как бы, ну, от которых человек, в принципе, ни один не застрахован. Переходил улицу, сбила машина. Ехали, попали в аварию. Откуда мы, так сказать, знаем о том, что будут возникать неизвестные двигательные задачи? Мы посчитаем риски, которые идут на протяжении жизни. Технологические катастрофы, несчастные случаи. Есть вот такая, правильно, коллега говорит. Есть такое мнение, мнение, что существует всегда вероятность, то есть, вот, летим мы на самолете, и всегда существует некая вероятность авиакатастрофы. Она там равна к автомобилю от нас к 100. То есть, на 100 полетов самолета одно падение при 100 автомобильных авариях. Да, то есть, автомобильная авария намного чаще происходит, чем падение авиалайнера. Ну, то есть, автокатастрофы намного чаще, чем летные катастрофы. Да? То есть, из этих математических вероятностей можно сделать определенные выводы для себя. Да? Но, и это не главное. В чем проблемы белого уровня? Ну, автомат, абсолютно верно. Автомат, да. Применение в качестве, первая проблема, которая существует, это применение в качестве основной движущей силы системы автоматизмов человеческого тела. В чем ее особенность? Эта система автоматизма. Привыкание. Реакция только на какую-то раздражительность. В чем проблема? Она обречена на поражение. Система автоматизмов человеческого тела обречена на поражение. Она на поражениях работает. У нее принцип работы на оправдании. То есть, нужно проиграть обязательно. Для того, чтобы она сработала. То есть, человек запрограммирован в системе автоматизма, при применении системы автоматизмов человеческого тела для решения. Он запрограммирован на поражение в разуме человека. Всегда. Почему? Так. Все просто. Дело в том, что система автоматизмов человеческого тела не предназначена для того, чтобы решать задачи. Мы используем вещь не по назначению. Что можно сказать по этому поводу? С таким же успехом мы используем что? Наркотики. То есть, мы можем их колоть вену и станем наркоманами. Но если мы обезболиваем наркотиками раненых или послеоперационных больных, они никогда наркоманами что? Не становятся. То есть, мы, когда наркотики применяем по назначению, у нас все с этим в порядке. Как только мы их просто так начинаем без назначения шарашить вену с целью получения удовольствия, сразу же что? Человек становится наркоманом. Да, все это верно. То есть, по сути своей, все, когда белый уровень превратился в катастрофу, мы всегда говорим одну фразу, которая называется человеческий фактор. Все, водитель не справился с управлением. Почему же на белом уровне, на белом уровне, здесь крайне важно, чтобы человеческий фактор был что? В надлежащем подготовленном состоянии. Иначе начнут возникать что? Неизвестные двигательные задачи. То есть, что значит это? А вот что это значит. Для человека, который слабо подготовлен, количество неизвестных двигательных задач больше, чем для человека, который что? Хорошо подготовлен. То есть, если неизвестные двигательные задачи возникают, значит ваши люди что? Не подготовлены к решению этих задач. То есть, здесь проблема одной вещи. Про подготовки. Другой проблемы на этом уровне, так называемом белом, нет. И когда человек, просто заблуждаясь относительно собственных преимуществ, берет на себя что? Обязательства. И потом их не выполняет. Вот когда он их не выполнил, возникает для кого-то неизвестная двигательная задача. Потому что он уже с ними не справился, а лица за это отвечающего нет просто. А когда водитель не справился с управлением автомашины, здесь уже некому просто-напросто ставить эту неизвестную двигательную задачу. И вот видите, где деньги полагаются? Если вы можете попасть между неизвестной двигательной задачей и начавшейся скоростью развития событий. А скорость здесь что? Минимальная. До катастрофы. Бабах и машина в кувейке. Значит денег никто не получил. Мы имеем просто неправпригодных людей. На белом уровне мы имеем просто неправпригодных людей. И эти неправпригодные люди что? Создают неизвестные двигательные задачи, нерешенные. Дальше что происходит? Дальше происходит что? Накопительный эффект неизвестных двигательных задач. То есть, ну давайте посмотрим, самые простые вещи. Допустим, я поставлю некомпетентным людям 50 неизвестных двигательных задач. Масса в 50 неизвестных двигательных задач у нас что? Повисло. Дальше возникает что? 51 неизвестная двигательная задача. Об этом никто не знает. То есть, человек, который стоит на должности. Человек, который отвечает за это. Лицо, которое... Или вы сами перед собой отвечаете. Следующая неизвестная двигательная задача 51. Потом 52. Дальше. Критическая масса наступает этих неизвестных двигательных задач. И мы получаем что? Скорость. То есть, на белом уровне скорость возникает при возникновении критической массы двигательных, неизвестных двигательных задач.